На сегодня хватит, лучше выпей коктейль. Окей. Знаешь че это заслуга? Ты миксер в универ принесла ради этого. Это не важно, как тебе коктейль? Чудесно. Эй, это не то, о чём ты подумал. У вас на гопсио с миксером. А кстати, знаешь че их объединяет? Хм, может быть мотор? Да, а что регулирует скорость рождения мотора? Редуктор! Верно! А что такое редуктор? Где он применяется? Об этом расскажем мы, студенты политеха Яну Рзада. Ябек Мурза, смотрите до конца, ибо видео обещает быть интересным. И полезным. Итак, простыми словами, редуктор это такое устройство, которое преобразует одну главу скорость в другую. И при этом также передает мощность с помощью различных шестеренок, колес и валов. Существует множество видов редукторов. К примеру, самым распространенным является цилиндрический, который имеет высокий коэффициент полезного действия. Он нашел свое применение в станках различных конструкций, в мешалках, измельчителях и экструдерах и тому подобное. Вчерашний редуктор вы можете встретить в лифтах, различных электронных передвижных поворотах и насосах. Конический редуктор часто устанавливается в производственных станках, поворотных системах и других конструкциях. Ну а планетарный редуктор вы можете встретить в том, в миксере, блендере, шуковерте и в подобных устройствах. Область применения всех этих редукторов очень широка, и она играет важную роль в машиностроении и станкостроении. И вообще, сейчас редуктор можно строить почти в любом приводе. Слушай, а давай закрепим наши теоретические знания, создадим свой собственный редуктор. А знаешь, хорошая идея! Кетик! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ А вот результат наших стараний. Представляем вам одноступенчатый, горизонтальный, прямозубый цилиндрический редуктор, распечатанный с помощью 3D-принтера. И как вы видите, наш редуктор, он состоит из корпуса. Верхняя часть, которая называется крышкой, а нижняя – картером. Как тут заметно, это смотровое окно, куда выливается масло. И на самом деле, смотровое окно в оригинальном редукторе намного меньше, но для предоставления вам лучшего обзора мы сделали его, мы сделали разрезы побольше. А сейчас мы возьмем маслоуказатель и будем измерять уровень масла в картере. Че там? Осталось масло? Ну и если масло уже отработало свое, вы просто открываете масляную пробку, у нее, кстати, необычный скин, и оттуда выливается все ненужное масло. Так, и для транспортировки используются бабушки. Да, и на самом деле они нам не нужны в нашем-то прототипе, но мы хотели сделать наш прототип максимально похожим на оригинал, поэтому для демонстрации мы смоделировали и распечатали его тоже. Давайте сейчас пока что откроем и посмотрим устройство с другого обзора. В нижней части картера расположен ведущий вал, который изготовлен с шестерней и называется вал-шестерня. Шестерня передает движение к колесу, который расположен на выходном валу за счет шпоночного соединения. Отлично. Все эти валы в оригинале держатся на подшипниках. В нашем случае в целях экономии мы их убрали, однако помните, что подшипники играют большую роль для валов в редукторе. А сейчас мы перейдем к расчетной части, то есть какое у нас при проектировании было использовано уравнение эволюенты. Окей. Дальше ищем число зубьев в шестерне, что равняется 26, и число зубьев колеса, что равняется 60. И следуя из этого, мы находим передаточное отношение, а передаточное отношение мы находим, поделив количество зубьев колеса на количество зубьев шестерней. Что равняется? Думаю, в целом, трех десятых. Слушай, Нурзада, я тут подумал, несмотря на то, что я вращаю входной вал очень быстро, а на выходе я получаю скорость намного меньше. В этом и есть суть. Редуктор понижает скорость и увеличивает крутящий момент. То, что сейчас рассказал Нурзада, это редуктирующая передача. Но в качестве бонуса я бы хотел рассказать вам про мультиплицирующую передачу, что значит ровно обратное действие редуктора. Там, где движение заходит именно через колесо и увеличивает угловую скорость и уменьшает мощность. Если вы готовы к экшену, посмотрим дальше. И зачем же я завязала веревки? Для хорошей демонстрации скорости редуктора. Окей. Готовы? Вот. Вы увидели, как одна скорость увеличилась, другая неважно. Ну а в конце видео мы бы хотели сделать выводы. Нурзада, ты чему научилась? Я учила свои навыки проектирования в сабр-проекциях, а также в математических отсчетах. Ну а я же научился работать со станком, улучшив свой нетворкинг, находя партнеров. Кстати, о партнерах. Мы бы хотели выразить свои слова благодарности. Мы очень признательны инновационному центру, а также Мэйки Спейсу в американском центре за предоставление всех необходимых материалов и сотрудничества. А также выражаем огромную благодарность нашей руководительнице проекта, преподавательнице, Девчонова Марине Анатбековне. Мы надеемся, что наш яркий опыт послужит для вас неким трейлером и мотивацией и изучением механики. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь! Браво! Вернулся! Нажал его! Да!